уважаемые друзья рыбаки всем крепкого здоровья за моей спиной вы можете видеть маленький уютный прудик я приехал сюда ближе к вечеру здесь посередине пруда вон там присутствует небольшие острова из травы и там пасется достаточно крупный карась также были всплески еще вон там он правее немножко вот я расположился вот здесь как бы оптика не позволяет измерить расстояние но тут до этих островов совсем немного вот поэтому сижу пробую ловить ловлю на тесто ловлю на хиробуну значит и пока что на хиробуновское тесто я поймал три окуня вот так в общем есть предложение еще немного тут посидеть если рыба не будет подходить к моей к моей наживке то скорее всего я куда-нибудь перееду перемещусь на другой прудик благо их тут идет достаточно большая сеть так что если рыба клевать не будет то переедем в общем я сейчас замешал прикорм накидал прямо на поплавок я просто не знаю как мне этих карасей середины водоема сюда привлечь поближе будем ждать наверное сумерек я прогулялся до соседнего прудика посмотрел там как-то все уныло и непонятно рыба вообще есть или нет а здесь то как бы рыбу я видел поэтому я тут и сижу так что сейчас будем дальше пробовать ловить что нам еще остается изумительный маленький прудик находится он правда не близко от дома но тем не менее однозначно сюда стоило приехать вот кстати накидал прикорма немного пошумел и вот там вот около островов то рыбка плескаться перестала ну что будем ждать короче просидел я короче собрал я весь шнурел здесь на поверхности одна серебрянка там вроде как поспокойней вот есть несколько часов для того чтобы пойти вторую точку понять что там происходит попытаться кого-то поймать как в россии как стояли там вдалеке так вот они пасутся там может быть или конечно ночью подойдут сюда но хотелось бы больше ясности вот может быть я конечно совершаю сейчас ошибку то что ухожу на другую точку но на данный момент я считаю это правильно все я пришел сейчас раскладываемся побыринку лучше не вливайте ну что была первая поклевка карася сумерки сгущаются я кстати поменял поплавок полностью поменял оснастку поплавочек поставил такой светящийся была сейчас поклевка карася ноутоп первая более-менее уразумительная за сегодня поклевка вот вместо ловли я немножко подкормил буквально чуть-чуть сижу тихонечко и жду когда рыбка начнет себя проявлять и что-то мне подсказывает что основная активность если она вообще будет то будет вот сумеречный или вообще даже в ночное время ну я если честно надеюсь что вообще хотя бы какая то будет активность ну поплавок конечно с подсветкой горит вообще прям шикарно вот как бы на максимальном приближении не так видно когда отдаляешь виды как светится сожалению в этих светящихся поплавков достаточно грузоподъемная антенна поэтому не получается даже под весом шариков из теста нагрузить антенну так как надо вот поэтому торчит такая длинная антенна но с другой стороны нет проблем с визуализацией поклевки ну ребят я поймал рыбу и это карась это такой малюсенький карасик я наверно заберу его домой посажу его аквариум что-то там происходит вот он здравствуй вот он утопил это уже наш клиент это уже наш клиент пойдет тихо 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 пойдет ну хоть садок замочить ну вот как бы есть конечно разница в поклевках между карасем некрупным и карасем крупным вот в прошлом видео я ловил реально кабанов таких по полкило вот там были поклевки на пол деления чуть прижмет резко отпустит а здесь то как бы достаточно уверенно вниз так умеем ну все такая красота закат рыбы на поверхности очень много карасик он видите в садке стоит мы тебя друг пересели есть у нас там уже одна где тебе понравится что-то повел шуйку не пойму вот стоит неподвижно вроде когда пока камеру настраивал кто-то дернул не или показалось не а 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 и а псих Карасик. 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 Кто-то приклевывается. Чуть-чуть пожевал, видимо, один колобок теста свалился из крючка. Вот он только чуть-чуть всплывал. Хотя, черт его знает, что там под водой происходит. Ну, вот в любом случае, в сумеречное время, вот камера это сейчас как бы она настроена так, что она пересветляет картинку. Так-то по факту уже более темно. А вот в сумеречное время каждая такая поклевочка, она прям заставляет сердце биться. Потому что вероятность того, что придет хороший карась, она возрастает. Потому что в сумеречное время клюет крупный карась. Он подходит ближе к берегу, становится менее осторожен и начинает брать. Я сегодня с местным мужиком разговаривал и сказал, что в этом брудике есть карась до 800 грамм. это уже трофей. Ох, на клубничное тесто взял. Хорош. Покрупнее. Бубик. Ой, какой красивый. Замечательная рыба. Оп. Закинул вот. Насадил колобочки такие ровненькие, хорошие. Закинул. Уже был тучок сейчас. Вот, вот. Блин, камера. Спасибо. Вопс. Есть. Вопс. Есть. Есть. Красавец. Вон сразу два. Смотрите, два крючка во рту. Ужадюга какая. Оба колобка тесто сожрало. Представляете? Как ему, блин, клубничка понравилась, а? Офигеть. Тесто, кстати, здесь идет достаточно нежное. То есть, если буквально там пару минуток нет, то можно, во-первых, вот так вот чуть поддернуть. Ну, как бы нежелательно это делать, потому что на точке может стоять крупный карась и принюхиваться к вашему колобку из теста. Вот. Но если вы прям вот уверены в том, что рядом с крючком сейчас рыбы нет, то можно так поддернуть. То есть, тесто чуть-чуть активизируется, начнет сильнее опадать с крючка. Возможно, это привлечет рыбу. Ну и плюсом ко всему, буквально через, ну вот так как закинул, буквально две минуты, и уже можно перезакидывать, потому что тесто, ну, практически распадается. По вот этому поплавку плохо видно, когда полностью тесто слетает с крючка. А вот дневной поплавок, он, вот поклевочка, кстати. А дневной поплавок, вот он полностью, у него антенна всплывает, когда с крючков слетает все тесто. Вот. Чуть-чуть вот, чуть-чуть поддавил вниз. Вот я говорю, может стоять карась крупный, ну или там средний, может мелкий. И по чуть-чуть, ну, чуть ли не прикусывая, а немного, смакуя тесто, принюхиваться и пытаться его сожрать. Вот когда оно станет уже прямо как сопля такая, вот он его заглотит. Либо оно опадет с крючка. Вот. Либо так, либо так. Ну, в любом случае, когда полностью тесто у нас с крючка опадет, то этот поплавок всплывет, ну, на пару делений точно. Вот. Мне, кстати, в последнее время начали писать комментарии по поводу того, что, почему ты ловишь карася на червя. Почему ты там не используешь опарыша? Ну, наверное, потому что клюет на тесто лучше. Вот. Есть, как бы, конечно, некоторые водоемы, в которых карася подавай мясо. Вот. Но в таких вот водоемах, когда карась, блин, такой хитрый и подходит на кормежку ближе к берегу только уже в сумерках, он жрет тесто. Вот. Причем нежное тесто, которое осыпается. И еще пишут, кстати, комментарии по поводу того, почему я не использую покупные составы теста. Ну, вот, китайское тесто для хирабуны. Я пробовал. У меня было четыре пакетика разного теста. фирменного. С запахом каких-то там креветок, еще что-то там. Ну, в общем, мне, если честно, не особенно понравился, во-первых, запах. Вот. И, во-вторых, рыба наша уральская, она что-то как-то, ну, ко всяким там вот этим креветкам, она как-то не особенно, ну, расположена так, что ли. А вот такое тесто обычное, которое я замешиваю, это картошечка, и все, и очень хорошо реагирует. Причем реагирует и карась, и лещ реагирует, и сорожка реагирует. То есть, основная целевая рыба, которую ловлю, она вся реагирует. Ну, кстати, поклевка. Вот он. Ой, золотой, что ли? Ой, елки-палки, смотрите, ого, я карася красивого поймал. Золотой. Ох, елки-палки, золотой, с красными этими самыми, с красными плавничками. Вот тут и матушка, ой, красивый. Ну, ничего, мы тебя отпустим, мой хороший. Мы тебя отпустим, мы тебя переселим. Вот. Красивый какой карасик. Золотой. Вот поклевочка. Есть. Есть. Поднял. Красавчик. 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 Красавчик красавчик. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Нормальный, зачетный карасик. Робкая поклевка происходит Карасик полуносник Я еще все никак не могу научиться подсекать Когда там пол деления вниз уйдет сразу подсекать Не получается у меня не успела Японцы такие вообще секут Чуть поплавал, шевелился, хрязь у него подсекает Уже там сидит У меня так не получается Да японцы они вообще как бы рыбу ловить умеют И спиннинги кидают вон как там из всех положений И поплавочные ловли тоже не успели Очень хорошо причем Вот Ого Что ты, что ты, что ты Тихо, тихо, тихо Нормально Такой крупничок Клевочка Еле-еле Сиди-ка что Тихо, тихо, тихо Тихо, тихо, тихо Тихо, 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 тихо Ого Поет Тихо-тихо-тихо Карасики Поклевка на пол деления была Карасик жирненький Тихо-тихо-тихо-тихо Кругленький Какой Кругляш Круглик В общем, ребят, я сегодня наколбасил за вечерние часы Немножко карасиков Вот так вот Не знаю, сколько тут Десятка полтора, наверное Такие Ну, хорошие карасики И я их всех увезу на другой прудик И там выпущу, пускай разводятся Вот В общем, рулило у меня сегодня самодельное тесто Ну, и тесто с клубничкой тоже Как я уже и говорил Покупными составами я практически не пользуюсь Ну, по крайней мере, пока Основной клев рыбы начался в сумерках Ну, и продолжился уже, получается, ночью Значит Ловил я на светящийся поплавок Очень мне нравится эта ловля ночная Когда поплавок горит И поклевки такие Всегда ждешь, что придет самый настоящий кракен Но Сегодня кракены не пришли Но, тем не менее, карасики были достойные На легкой хиробуновской удочке Очень приятно посопротивлялись Ну, и кайф я получил от общения с природой И от рыбалки в целом Чего, в принципе, и вам всем желаю А также Не хвастанье чешуи Берегите себя Мирного неба И всем пока